Давайте эту теорию мы сейчас математически докажем. Я знаю три доказательства этой самой теории. Одно доказательство называется метод Монте-Карло, другое доказательство называется метод последовательных приближений, и третье доказательство называется альтернатива Фридбольму. Давайте сейчас, наверное, начнем с этого третьего, с альтернатива Фридбольма, потому что для математика оно выглядит, что называется, наиболее убедительно. А главное, что и во многих других ситуациях этим приемом на самом деле полезно пользоваться. Такой важный вообще математический факт. Вот. А потом другие, да, два доказательства. То есть, ребят, сначала несколько слов о том, что такое в принципе альтернатива Фридбольма, о чем она. У вас есть задача конкретно про эту электрическую сеть. Понимаете ли вы, что потенциал в этой точке? Это вещь, что ноль. Мы его знаем, ее не надо никак определять. Потенциал в этой точке единис. А в каких точках у нас потенциалы неизвестны? Давайте посмотрим, какие у нас будут неизвестны. Очень понятно, какие. Каждая из этих вершин, кроме нулей, кроме вот этих, это неизвестная. Там у нас есть потенциал. Это буквы, да? Есть потенциал, который мы хотим узнать в точке Б, потенциал в точке С, и так далее, и так далее. Отлично. Отлично. Неизвестно столько, сколько вершин, кроме тех, куда подведены контакты. А сколько у нас уравнений? А уравнений ровно столько. Почему? Потому что в этой точке, сколько втекает только, столько вытекает. В этой, в этой, в каждой точке у нас уравнение. Заметьте, уравнение линейное. Потому что сопротивления же они известны, ну или проводимые здесь в угоду. Они известны, и поэтому это линейное выражение. Значит, есть система линейных уравнений, в которой уравнений ровно столько, сколько неизвестно. Согласны? Поскольку это чрезвычайно важно, давайте я прямо это запишу. Уравнений неизвестных пормонов. Так. Ну, теперь давайте подумаем, в принципе, как выглядит любая система линейных уравнений. Понятно, как? Это какой-нибудь пример такой с тремя. Типичная система линейных уравнений. Да? Понимаете, что у нас вообще-то, вот эти вот нули и единически, вот эти, они входят в систему. Просто-напросто, когда вы смотрите на ребра, вот такие, у вас 11 потенциалов будет район единицы. Ну, 0 не заметен, а единичка будет. Поэтому в правых частях какие-то там будут вполне себе числа. У нас есть система уравнений, столько же, сколько неизвестных. И вот про любую такую систему есть альтернатива Фридгольма. Она звучит в следующем области. Либо для любого набора вот этих чисел система имеет единственное решение. Либо, другой вариант, для нулей, для набора из всех нулей, система имеет, кроме 0,0,0, еще какое-то нетривиальное решение. Я понимаю, что с первого раза это, значит, трудно услышать, но, тем не менее, давайте еще раз повторим. То есть, есть некая система уравнений, уравнений столько же, сколько неизвестных. Оказывается, что либо, какие сюда числа не пиши, будет единственное решение. Кстати, вы понимаете, что ровно это я хочу, да? Я хочу, чтобы у меня потенциалы однозначно определялись. Либо, если решение не единственное, то в таком случае, если вы сюда напишите все нули, это называется однородная система, будет у нее нетривиальное решение. Давайте я сначала быстренько докажу ту самую альтернативу, прикольную, это совсем просто. Доказывается она следующим образом. Когда у нас есть система уравнений, вы можете делать то, что называется вращение. В операции над строчками вы можете переставлять строчки, согласны? Вы можете, если у вас есть ненулевое число, поделить на него, и здесь будет коэффициент единица. Вы можете, если где-то коэффициент единица, то вот эту строчку вычесть с нужным коэффициентом, и тогда здесь будет коэффициент нуль. Понятно, да? И таким образом, если у вас есть, скажем, первый столбец, и там где-то есть ненулевой коэффициент, то вы можете эту строчку на него поделить всю, и потом эту строчку с нужными коэффициентами буду читать, и все коэффициенты, кроме вот этого, станут равными. Понятно? И после этого вы берете и это уравнение ставите в самый верх. И чего вы добились? Вы добились, что система приобрела такой вид. x плюс или минус сколько-то y, сколько-то z, равно чему-то. А здесь везде ноль x. Ноль x. Понятно? Очевидно же, что первое уравнение теперь фактически является определением x. То есть, если вы все знаете, то x из первого уравнения вы можете найти, да? Вот иногда это называется уменьшение количества неизвестных. То есть, вы берете одну из неизвестных, выражаете через остальную, да? Так вот, если это вы сделали, то что у вас фактически получилось? А у вас фактически получилась задача, в которой уравнение стало на одно меньше, и неизвестных на одно меньше. А там можно считать, что альтернатива Фриккольма что? Верна, потому что неизвестных меньше. Ведь альтернатива Фриккольма, она, когда неизвестная, и одно уравнение, безусловно верна. Вот если у вас есть линейное уравнение с одной переменной, а x равняется b. Смотрите, если а не равно нулю, то при любом b решении есть. Просто поделиться на а и все. Если а равно нулю, если у вас уравнение имеет вид ноль умножить на x равно b, то когда b равно нулю, вместо x равно, значит, очень другое число, или что? Поняли? Вот, альтернатива Фриккольма я доказал. Теперь вопрос. Ну и что? А может быть, эта система именно такая, что, когда пишешь нули, то у нее будет не одно решение. Оказывается, нет. Если взять и заменить эту единичку на ноль, а больше там нет, откуда возникает целое выключение, то не может быть, чтобы потенциалы отличались бы от нуля. Почему? А потому что у любой системы потенциалов есть одно замечательное, простое свойство. когда у вас есть система потенциалов, то максимум, точка и минимум тоже может достигаться только на границе. Внутри не может быть максимум. Объясняю почему. Вот, если у вас потенциал этой точки больше, чем потенциал этих трех, то, простите, все слагаемые будут положительные. Понятно? Или нет? Вот здесь вы слагаемые видите? Вот представьте себе, что у точки G потенциал больше, чем у этих трех точек, с которыми она соединена. В таком случае, когда вы берете вот такие слагаемые, когда вы считаете силы тока, выходящие из этой точки, то вы обнаруживаете пренеприятную вещь. У вас все время потенциал точек и G больше, чем они, и значит, у вас получается что? Положительные слагаемые. Но почему-то сумма этих положительных слагаемых должна равняться сумме, такого не бывает. Таким образом, если у вас в каждой точке верят закону Гергофа, то есть сумма токов равна нулю, то максимум не может достигаться. Так, чтобы все были равны, это пожалуйста. Например, все равны нулю. Пожалуйста. Все-все-все, в том числе и вот этот. А вот так, чтобы где-то максимум был, такого не бывает. Такого не бывает. Отлично. И минимум, кстати, тоже. То же самое, если бы наоборот, эта точка была бы меньше всех, то наоборот, все эти выражения были бы отрицательные, а сумма отрицательных чисел опять-таки не может быть равна нулю. Таким образом, если на границе стоят нули электрической нашей сети, то не может быть ни максимума, ни минимума. Вот. И все. Значит, получается, что везде нули. Таким образом, если мы знаем с вами астрономативу Финкольма, то мы доказали, математически доказали такой замечательный факт, задавая потенциалы в граничных точках, мы тем самым однозначно определяем потенциалы в всех других точках. Причем ни один из них не будет больше, чем максимальной потенциалной границы, и ни один из них не будет меньше, чем максимальная потенциалная граница. Это я одним способом доказал нашу задачу.